Привет, друзья, с вами Ваймс, и это снова Нио, и в прошлый раз я проходил какие-то сайт-квесты, Гора Раскаяния, немножко сайт-квестов в Доджо и всё тому подобное, и сегодня я пойду на квест Самураи с Вайямы. Один из сайт-квестов, который я прошёл в прошлый раз, это сайт-квест на владение удачи, так что теперь его мне особенно не нужно качать, так что нужно переключиться на какой-то другой тип оружия, и у меня осталось три по сути непрокаченных, двойные катаны, топоры и тонфы. И я думаю попробовать тонфы немножко, потом, наверное, топоры и потом двойные катаны, потому что тонфы это, по сути, класс оружия, который я меньше всего использовал. Проблема в том, что у меня самые лучшие тонфы это вот эти вот, и они просто синие, как-то без каких-либо особо полезных статов. 122 уровня, что неплохо. Типа этот квест какого уровня будет? 127-го, то есть 122-го, это, по сути, я их здесь где-то и достал. Но они как-то так себе. Ну ладно, посмотрим. Сначала я хочу разобрать абсолютно всё, что у меня есть. Получить профдемоны и гигантский копчик. Если я буду ковать оружие, то 127-й уровень максимальный. И что я могу сделать? Стрясающий тонфы я могу сделать. И, в принципе, это лучшее по урону, что делается. Может, я хотя бы фиолетовый смогу сделать? Поехали. Синее. Ну и в инвентарь. На них ничего особого не требуется, так что, в принципе, мы сделаем у меня полно. Желтый 126 в инвентарь. Фиолетовый 126, ослабление доспехов, правом урон сильного удара. Можно посмотреть. Это, по крайней мере, лучше. Окей. Если зайти в перековку, посмотреть, что я могу мбрацитом сделать. Урон молнии, урон ближнего боя, критическое состояние, это всё не очень хорошо. Но остальное всё тоже не то, чтобы прямо очень хорошо. Ладно, тогда не мбрацитом. Я переролю все четыре, хотя, конечно, урон сильного удара это неплохо, но, мне кажется, я сильный удар не настолько массово буду использовать. Урон захвата хуже, чем урон добивания. Ослабление доспехов. Тоже, наверное, на такой сложности не особо важно. Во, урон ближнего боя хорошо, дополнительный урон веса брони и всё остальное я поменяю. Восполнение здоровья при слабых ударах. Бонус к урону привычность, но С всего лишь. Блин, её наследуемого стата нет, и это немножко мешает. Урон захвата, пробитие защиты. Это довольно полезный стат. Он позволяет по блокирующим врагам всё равно наносить какой-то урон. Ну, 9,4%. Это хорошо для того, чтобы... Скажем, Амриту получать. Если у меня активный талисман, который даёт мне Амриту за атаки по противнику. Если я бью в блок, то оно не будет мне ничего давать. А если я хотя бы чуть-чуть этот блок пробиваю, то Амрита мне будет даваться. И это довольно неплохо. Получится ли у меня хоть что-нибудь интересное заролить? Ну, полезное. Видимо, нет. Бонус к умелости пофиг. Дополнительный урон от Нью-Ютсу абсолютно пофиг. Бонус к урону подвижность, С. Мне бы привычность, но не С, а что-нибудь повыше. Поверженные враги. Не, ну это всё не очень хорошо. Во, привычность, а минус. Хорошо, урон добивания 12% хорошо. Урон Року-Року-Би. Это конкретный противник. Которым я, по-моему, ещё даже не сталкивался. По-моему, это ТВЦ-шный противник. Если я не ошибаюсь. Так что я всё-таки хоть сколько-нибудь в меня имя что-то заролил на последний стат. Молния. Норм. Сойдёт. Отличные тонфы. Ну, не отличные, но адекватные тонфы. А, и теперь нужно придумать что-то с прокачкой под них. В том плане, что навыки для тонф у меня, скорее всего, особо не взяты. И у меня всё не так уж хорошо со статами под них, правильно? А хотя навык 19. Ловкость 19. Я думал, потому что, может быть, респектнуться вообще полностью. Но, наверное, пока что не буду. А навыки для тонф... Блин, хотелось бы взять. У меня какие-то волосы должны быть. Макомеда и ниндзя. Это не совсем то. И это не совсем хорошо. Ладно, пойду сначала пару уровней возьму. Или один. Ещё в навык. Плюс 1 очка навыка Смрая. Норм. Что у меня тут взято хотя бы? Абсолютно ничего. Мощный удар. Из блока. А, не, у меня взят вот этот танец демонов. Которая позволяет прервать комбо у воротов. И потом продолжить. Да, тогда у меня вообще всё взято нормально. Всё, что я хочу использовать, по крайней мере. Ну, хорошо. Это, насколько я знаю, почти ничего не даёт. Влечёт урон на 7-м вами при использовании тонфу. В зависимости от того, насколько лёгкая у вас скипровка. Д плюс при максимальной прокачке этого навыка. И оно прибавит там 10 урона, если у вас совсем лёгкая броня. Насколько я знаю, это так работает. Ну ладно, поехали. Разберёмся. Как и что оно. И следующий квест это Самураи Савоямы. И это один из худших квестов в игре. В плане уровня самого. В плане левого дизайна, скажем так. Но опять же, разберёмся. Остатки армии и щида Митсунари заняли замок Савоямы. И яростно его оброняют. Но это не единственная проблема, с которой столкнулись. Мы с господином Кабаякавой. В подземельях замка обосновались... Не, объявились демоны. Наши бойцы полагают, что их вызвала ненависть и щида. Их боевой дух падает. Могу ли я попросить тебя разделаться с этими дьявольскими созданиями? Окей, поехали. Замок Савоямы стоит на берегу озера Бива, что в провинции Оми. После того, как и щида Митсунари отремонтировал его, замок прославился своим богатством и величием. Его даже прозвали одной из двух вещей, что были слишком хороши для Митсунари. Второй был щида Сакон. Ныне же его владелец погиб, а красивейшее главное здание уничтожено. Дни замка сочтены. Ну, я не уверен, что щида Митсунари – это вещь. Но ладно. Итак. Я спавнюсь в какой-то комнате, в которую я, видимо, упал. Но это нормально. Тут есть святилище. И... По сути, больше ничего хорошего на этом уровне нет, кроме этой первой комнаты и святилища. Но давайте разбираться. Левый дизайн. Вот такие вот стены из таких панелей и повороты на 90 градусов. Абсолютно весь этот уровень. Кроме подземелий, в которых все еще хуже. Но сейчас разберемся. Слева от старта броня. Слева от старта демон. Так, я не совсем то, что нужно, делаю. Во. Я вспомнил. Как делаются эти атаки. Ладно. Ну, окей. Слева здесь просто какой-то кусок брони лежал. Справа дверь, но она открывается с другой стороны, очевидно. На самом деле, это дверь в секретку, по сути, насколько я помню. Ммм, в секретку ли? По-моему, в секретку. Или там просто вот эта рядом есть секретка. Но сейчас разберемся. А здесь сквозь дыру в стене можно увидеть лестницу вниз, если очень хорошо присмотреться. И то, что там просто комната есть, и то, что там колесо есть, и все такое. И здесь еще один труп. Каяк у дама. Не очень нужно. К сожалению, чувак не взорвался от ловушки. Так что мне придется его добить вот так. Окей. Последовательные удары бы заролить на тонфах. Было бы, наверное, эффективно. Ну да ладно. В общем, да, здесь ловушка достаточно видимая. Ничего особого. Здесь один проход. Тут два, по сути, прохода. И лестница вверх. Я сначала пойду вверх, потому что это... Наименее ведущий куда-либо проход. Норм. Убийцы демона Мриты, убийцы демона Мриты. Но здесь есть Нурикабе, но, видимо, на этом этапе игроки уже не играют в Нурикабе. Увы. Не получается же смотреть по ним. Но получается их угадывать просто так, видимо. Ладно. Сойдет. Занурикабе. Сундучок. Спуск вниз. Там внизу слаймы булькают. Вот эти вот слаймы. По-моему, я с ними еще не встречался. Это слаймы из которых... Короче, это слаймы из мяса. Из них торчат во все стороны всякие мечи и все такое. У них есть вот этот атака, когда они кидают этими мечами во все стороны. После этой атаки их можно фритонуть. И блок эту атаку блочит прекрасно. И также после вот этого вот удара они тоже слаймы открываются. Очень несложный враг. Легче даже, чем большая часть слаймов, наверное. Изначально в самой ранней версии игры их здесь не было. И они появлялись только в одном из DLC. Но потом постепенно их добавили в основную игру с патчами. Ну, это та дверь, которая была в самом начале. И она действительно в секретке. И тут был Катама. Ну, дверь, по крайней мере, говорит о том, что там что-то есть. Какая-то секретка. А теперь здесь развилка. Я, наверное, пойду не сюда сначала, а вот сюда. Посмотрю, что здесь. Но я не особенно, на самом деле, хорошо помню этот уровень. С другой стороны, его довольно сложно хорошо помнить. Потому что левов дизайн здесь... Такой. А он меня сдамажил все-таки? Нет, это нехорошо. Я вроде пытался перекатиться. Но, видимо, недостаточно быстро. Колесо. Перестань. Да, это убило. Ладно. В общем, здесь за ящиками была дверь. И в эту сторону... Есть спуск вниз, который я видел до этого. Наверное, я туда не хочу пока что. Вниз мы еще успеем попасть. Здесь в стене ничего. Тут, блин, видимость абсолютно никакая. То есть, это... Этот уровень полностью проходит в помещении. И все равно в нем туман. И видно буквально на три метра вперед. И это дико бесит. И опять же... Все одинаковое. То есть, ну... Ну, здесь немножко другие деревянные стены. Но все равно все одинаковое. Повороты примерно на 90 градусов всегда. Комнаты изредка встречаются. В основном это все-таки коридоры. И заблудиться на этом уровне просто супер легко. Потому что все везде одинаковое. Ну да ладно. Я вышел со спины к электрическому демону Амриты. И он взорвется, потому что у меня электропушка. Окей. Не проблема. Тут ничего. Некоторые места, где вот так вот стены разрушены, как бы там можно сквозь них пройти. И там какая-то мини-пещера или что-то типа того. Поэтому я к абсолютно каждому такому месту подхожу. Потому что, блин, вот с такого расстояния там непонятно, можно ли пройти или нельзя. Нужно именно подходить, тыкаться и видеть, что нет. Тут пройти нельзя. Иначе туман мешает увидеть это. Ну да ладно. Ну в общем, да. Как я уже сказал, тут очень легко заблудиться, потому что все везде одинаковое. Но также тут еще и очень легко заблудиться из-за того, что... Ча, убью этого чувака. Потом объясню. Ну, стану локи у Тонцы хорошая. Еще убью этого чувака. Еще разберусь с тем, что в этом зале. В общем, когда-нибудь я объясню, почему здесь легко заблудиться. Ок. А, у этой билки, кстати, есть фрейм неузвимости, насколько я знаю. Ну или, по крайней мере, она именно что уменьшает мой хитбокс очень сильно. Так что многие вражи тебя таким надо мной проходят, может быть. А не фрейм неузвимости, но, по крайней мере, увернуться от многих атак можно. Это билкой. А также вот эта вот конструкция, она лочится, она считается противником, и она спавнит черепа. Видимо, одного и того же элемента, учитывая, что они тут все водяные. И насколько я помню, она не респавнится. Ну, в общем, да. То, о чем я начал говорить. Навигацию здесь осложняет. И тот факт, насколько здесь легко заблудиться осложняет, как бы, тот факт, что... Да, вот такое вот тут встречается. Ловушки, которые сбрасывают меня куда-то вообще хрен знает куда в подземелье. И, во-первых, выбраться отсюда обратно не всегда понятно как. Во-вторых, когда я выберусь на основной уровень, как бы, на основной этаж, где не вот эти вот подземелья с трупами, скелетами и всем таким, то я абсолютно понятия не имею, где я, потому что там везде все одинаковое. Так что в этом плане уровень довольно ужасный. В этих подземельях тоже все примерно одинаковое. Но будем разбираться. Это было, по сути, первое место, где в них можно провалиться. Это было, по сути, первое место, где-то, 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 где-то. Первое, но не единственное место, где в эти подземелья можно провалиться. Так, это ведет еще глубже вниз. Тут я упал. Наверное, тут я упал. Подземелья эти тоже все примерно одинаковые. На самом деле, в этом замке, как бы, три отдельных куска. Один, это вот эти вот подземные пещеры. Второе, это подземелье тюрьма. И третий, это, собственно, замок. Ну и на самом деле, там есть четвертый, который в конце локации. И там локация перестает быть говном слегка. Но, по крайней мере, в этих пещерах видимость немножко лучше. Так что, может быть, не все так плохо. Тонфуэк Ката. Больше урона, но ничего, хорошо по статам. Так что у нее, на самом деле, будет меньше урона. Ну, я постепенно спускаюсь вниз, но это единственный путь. Тут немножко пауков. У меня у этих пауков. Этот вот обрыв надо мной туда, насколько я помню, не отсюда вообще попадать. То есть, это одна из возможностей попасть в эти подземелья. Это попасть в них где-то там. Ну, когда-нибудь мы, наверное, туда заберемся. Ну, не прямо сейчас. Что прямо сейчас здесь вот эта вот засада очень подлая. Стрелок. И от него как бы уворачиваешься в самое очевидное место, а там слайм. Ну, опять же, прыжок слайма открывает его 2 крита, и это ваншот в большинстве ситуаций. Ваншот слайма, не ваншот меня. Окей. И это проход наверх, и эта дверь открывается только со стороны подземелий. со стороны пещер. И ведет она как раз в подземелье, которые тюрьма. Тут тоже много всего интересного. Ну, я бы хотел как-то разделить. Наверное, так сойдет. Стан лочит, он все-таки шикарный, если есть. Если есть возможность, станет противником. И да, только что, то, что произошло, это вот эти вот слаймы, они также умеют чарджиться каким-то образом. По-моему, не только эти. Не уверен. Умеют ли обычные слаймы также чарджиться? Мне кажется, что да, но может быть, я просто ошибаюсь. В общем, у них есть атака, которые они пролетают километр. Неприлично дамажит. Так что, то, что слайм далеко, еще не значит, что он безопасен. Это открывается? Нет. Тут нужен ключ. То есть, сюда еще придется возвращаться, когда я найду этот ключ. А, нажмите кнопки. У меня есть такой прыжок. Похожие визуально подземелья есть в Секеро. Которые подземелья замка очна. Чисто для контраста. Хорошего левого дизайна и нехорошего левого дизайна. В Секеро такие подземелья. Там тоже пещеры, кусочек тюрьмы, еще что-то такое. Но там эти подземелья занимают примерно, не знаю, 5 комнат. Там одна большая пещера, в ней несколько тюремных камер. Пара коридоров. И из одного из коридоров можно пробовать и попасть в эти тюремные камеры. И там заблудиться как-то не особенно получается. Здесь это сраный лабиринт, в котором все абсолютно одинаковое. И он занимает целую здравенную карту. И он даже многоэтажный. То есть даже вот этот кусок, который тюрьма. Насколько я помню, в нем больше одного этажа. Ну да ладно. Я вышел в самое начало. Это то место, где я сражался с колесом. Это то место, где была дверь за ящиками. Тут опять же дверь заперта. И я вышел к тому месту, где я упал. В эти подземелья. Вот здесь. Изначально я также мог прийти вот отсюда. Это комната, где наверху Нурикабе стена была. И в принципе, если отсюда прийти и свернуть направо, то я иду сюда. И вижу впереди лут. И прямо перед этим лутом меня скидывает в пропасть. И хрен его знает, как оттуда выбраться. Ну ладно. Тут дверь. Ага, это комната. Нехорошая комната. Все эти бочки взрываются, и там чувак с огненным луком. Можно к нему сзади добраться. Наверное, после этого стоит туда идти. Я не совсем помню, откуда именно можно к нему сзади добраться. Может быть, отсюда, кстати. Это еще один проход за ящиками. Это выглядит, как нужный мне путь. Так. И да, вот одна из таких дыр в стене, которая пока к ним вплотную не подойдешь. Непонятно, дыра это, сквозь которую можно пройти, или это дыра, которая просто дыра. Ладно, он упал. Но сюда не только ради него нужно приходить, потому что здесь еще и кадама. Лучник-то можно и снизу приставить. Но к кадаме нужно попадать с той стороны. Есть ли что-то еще здесь? Нет. Почему я стрелу не подобрал? Сказал подобрать. Окей, что-то есть здесь. В частности, вот этот труп. И туман. Я все-таки вернусь в ту комнату, куда упал. Лучник. Потому что я хочу эту комнату залутать. Лучник, стреляй. Идеально. Попал именно туда, куда нужно было. Ну и здесь. Вот эта штука. Такое? Да. Ничего особенно полезного. Но все-таки. Ладно. Поехали дальше. Это все как бы условно можно считать секреткой. Правильно. Потому что проход за ящиками с какими-то... Там светилище видно, но дверь только с другой стороны открывается. И тут еще один спуск в подземелье. Наверное, я все-таки сначала пройду вот сюда. Это нехорошо. Это нехорошо, потому что я ему сломал рог, но не сломал... Лужу на земле, так что он сразу же выставил себе стамину. Я, наверное, использую же вооруженную. Я понятия не имею, какой она утонт. По-анему все-то. Нормально. Ну и в живом оружии, видимо, здесь значительно лучше. Потому что туман куда-то слегка пропадает. А этот чувак охранял проход как раз к этому светилищу. Странно, мне казалось, к нему вообще не так попадать. Или я его просто путаю с другим светилищем? Наверное. Ладно. Это не ломается? Удивительно. Ну ладно. Перед тем, как отдыхать, я еще кружок здесь пробегу, потому что я... Не совсем уверен, единственный лет путь. Отсюда я пришел. Тут я убил электрического Йоки. Отсюда я тоже пришел. Не, получается, больше некуда. Ладно, тогда светилище и вниз. Светилище лево лапы вниз. Двух двадцать. Внизу еще одна примерно такая же комната, как была чуть выше. Эта стена немножко важна. Она вся такая потрескавшаяся, с разломанной балкой. Это потому, что ее можно с другой стороны разломать. Ну, там бочки. И бочки можно взорвать. А здесь засада, которая заключается вот в этом. Я попадаю как раз на тот этаж, который я видел, но можно попасть еще выше. Так что, на самом деле, не стоило так падать. Потому что теперь отсюда нужно выбираться. Ок. Там кто-то умер и меня похилил этим или что? Возможно. Тут колесо. На самом деле, использовать... Телепорт к стилю еще. Какой-нибудь было бы значительно более эффективно, чем бежать. Ну ладно. И на самом деле, стоит только у него еще раз отдохнуть, чтобы восстановить себе хилки. Жизнь. И все там подобное. В итоге, этот лучник слегка проблема, потому что я от него не могу нормально достать в ближнем бою. Так что, приходится тратить патроны. И здесь, в комнате, взрывающийся чувак. Уже нет. Огненные йоки и спавнил по огненных черепов. Хорошее сочетание. Потому что йоки сейчас взорвется. Ок. Надо посмотреть на ревенант. Кстати, потому что если кто-то с тонфами, я, возможно, хочу его тонфи. Ну, хотя бы здесь есть вот этот разрабовский ревенант, который разбился. Что намекает. Окей. Если выйти в эту сторону, то можно сделать вот так. И обходить теперь эту комнату. Слегка бессмысленный шорткат, потому что там один йоги и все. Но тут будет проход дальше. По уровню. Так что тут будет еще один шорткат. Там электрические йоги. Тут еще одна дыра. Еще одна дыра, которая ведет на более высокий этаж. Может быть. Не, не похоже. Похоже, что на более низкий этаж. Так что я, пожалуй, не буду в нее спридеть. Ну и путь дальше один. Чувак, ты не хочешь взорваться? Я тебя молниями бью, вообще так. Может, вы на время спины бить, я не точно не помню. Может быть. Ну ладно. Тут еще одна развилка. Направо или налево и чуть ниже. Или направо и сильно ниже, потому что тут лестница вниз. Наверное, я зря идут сначала налево, кстати. Но пофиг, как веселее. Слайм, прыгай. И умирай. Тут еще один. Я зря я его замедлил. Ну, хватало, прыгнул. Ладно. Не зря. Ну, не зря, но это не помешало. Так, тут красный. Красный и Йоке. И бесконечные комбы. Тут NPC Ревенант. Непонятный какой-то. Норм. Кроме него в этой комнате ничего нет. И это та дверь, которую я видел до этого. Вроде она должна быть. Да. Типа это выход из подземелий. И это дверь. Я к ней, кстати, не подходил и не показывал, что она только с одной стороны открывается. Но теперь это должно быть очевидно. И это можно открыть только с другой стороны. В тюрьме. По-моему, это не совсем правильно. Ну, ладно. Обычно тюрьмы не так работают. Ну, то есть, не, обычно в них двери открываются только с одной стороны, но не с той. Ног. Остается идти вниз. Довольно сильно вниз. Чувак, ты не в эту сторону лицом вставал. Ну, то ладно. Если обойти вот сюда, вот за угол, то здесь есть Кадама. А таки тонцы очень сильно двигают меня вперед. И из-за этого я уворачиваюсь тем, что я проезжаю мимо противника куда-то. Это довольно интересно. И теперь я, по-моему, да, на этаж выше. То есть, отсюда можно спрыгнуть к тому луту, около которого я был, и в самые первые пещеры. Или можно пройти в эту сторону. К паукам. И отсюда подняться в ту камеру, да, которая открывалась с другой стороны. И в ней еще Кадама. Так, но вообще мне немножко не в эту сторону. Оттуда я пришел. Да. Слева не должно быть ничего особого. В том плане, что тупик, а не проход дальше по уровню. Но горячий источник это нормально. Так, геймпад. Почему? Ладно, минуту. Геймпад почему-то отцепился. Ладно. Поехали дальше. Горячий источник чуть-чуть помогает, конечно, но чуть-чуть. А здесь колесо. Я не вовремя увернулся. Еще и под это попал, потому что, блин, застрял. Я пытался перекатиться назад, но назад было не назад. А на месте. Типа меня задвинуло вот сюда, вот в эти мешки. Вот так. Тот факт, что в них может задвинуть, это уже немножко странно. В нормальной ситуации тут должна быть невидимая истина. Ну ладно. Дальше еще немного камер. С ловушками. Закрытыми дверьми. Нужно аккуратнее с ним сражаться, потому что ловушка уже активно заново. Это не открывалось с этой стороны. Нет, точнее, просто было закрыто. А тут туман и стрелок наверху. С артиллоза вроде был. И это просто ловушка. Ну, эта комната, на самом деле, немножко важна. Потому что в этом тумане одноглазый. Наверное, самый бессмысленный враг в игре. Но это не просто одноглазый. Ай. Это одноглазый. Который дропает ключ тюремщика. И этим ключом тюремщика, этими ключами тюремщика. Можно пооткрывать абсолютно все тюремные камеры, которые... Ну, по сути, абсолютно все двери, которые я встречал. Которые были заперты. Они закрыты с другой стороны. Так что теперь мне стоит пробежать весь уровень заново и пооткрывать все двери. Но, на самом деле, вместо того, чтобы бежать назад, таким образом это все делать, я пробегу чуть-чуть назад, открою вот эту ближайшую дверь. За которой закрыт вонючий шарик высшего сорта. Окей. Но к остальным дверям я потом вернусь немножко другим способом. Пока что я пройду вот сюда. Это их не убило? Не, это убило всех, кроме одного? Может быть. Вроде бы. Тут несколько врагов. Несколько врагов и бочки. Так же, карта говорит, что здесь Кадама, но он, видимо, чуть выше, чуть ниже, чуть где-то. И тут еще один. Но, опять же, не тут. Может ли быть такое, что они были вот здесь вот где-нибудь? Вполне. Потому что я пропустил этот проход слегка. Да. Как раз здесь бывает Кадама. И отсюда же можно было этих чуваков расстрелять сверху. Эффект примерно тот же. А в этой камере просто ничего. Не ладно. Ну и тогда поехали наверх. Еще один Кадама где-то здесь, но... Видимо, не совсем. Где он реально? Видимо, он выше, потому что он как-то ярче становится. Ну ладно. В итоге я пришел к вот этой вот спиральной лестнице. И это почти переход к финальному куску этого уровня. Так, ждут еще слайм, стрелок. И прочие нехорошие вещи. Ну, даже если слайм не прыгает, его можно затаймить. И так же там ловушка. Я не помню, одна да здесь такая ловушка. Может быть дальше еще шар будет. Но пока что это ворота. И это ворота как раз в финальную секцию этого уровня. Но вместо того, чтобы идти в них, я поднимусь еще немножко выше. Зайду в эту комнату. Подберу в этой комнате немножко ништяков. Призову чувака. Неестественная смерть. Интересно, что это значит. Не от старости умер? По-моему, тут у абсолютно всех смерти неестественная. Блин, какой он дамаговый и какой он затанкованный, что... Я ее не стану лочу. Ладно. Пришло время для живого оружия. Во. А вот и кроличьи уши с него уникальная штука. Шапка, вроде бы. Но ничего особо уникального в ней нет, кроме внешнего вида. Я бы... Не сказал, что это кроличьи уши именно. Ну ладно. Так, у меня было это. Видимо. Другого шлямикинга у меня нет. Ладно. В общем, отсюда можно спрыгнуть обратно вниз. Но также можно увидеть лут, который немножко выше того, откуда я пришел. И... Чтобы туда попасть, нужно пройти вот в эту дыру. Изначально она с закрытой досками. Я просто пока сражался и хоть сломал. В общем, это такая мини-секретка. Не совсем мини. И можно тут спуститься по второй лестнице, потому что они в два слоя идут. И получается, ловушки еще одной не будет, потому что снизу и вверх шар катится явно не должен. Но зато будет Кадама. Будет немножко лута. И ворота, которые я видел сильно раньше. И это мой шарт-кат к финальной части этого уровня. Потому что это то, где я взрывал стену. И все такое. И теперь отсюда, наверное, имеет смысл спрыгнуть в подземелье. Вообще, хотел не спрыгнуть все-таки. Развернуться и пойти к святилищу сначала. Ну ладно. Я случайно. Совсем в подземельях вроде бы ничего не было в пещерах. Здесь, возможно, была смерть. Нет ничего, что еще может хилить. Типа какие-нибудь амулеты, которые реген дают или еще что-то. Лекарства из синчика. Ну, наверное, нету. Ну ладно, пусть будет так. Блин, где она? О, хил. Ну, в общем, да. Я теперь могу открыть эту дверь. И за ней два красных йоги. К счастью, один из них согрелся, а второй нет. И по сути, кроме двух красных йоги, тут что? Один труп? А нет, тут Кадама. Тогда ладно. Кадама, это важно. Где еще были закрытые двери? В той части подземелья были закрытые двери. Может быть. Может быть, тут была только дверь, которая открывалась с другой стороны. Это обратно сюда. А в начале сама была закрытая дверь. Не в подземельях. Вот так. Тоже открывается ключом теремчика. Заней сундуки. Не то, чтобы особенно ценные сундуки. Ну ладно. Вроде бы это все. По-моему, больше ничего не должно быть, что я могу открыть этими ключами. Но если я что-то пропустил, как бы это такой уровень. Тут примерно везде все одинаковое. Так что вполне возможно, где-то была дверь, которую я не открыл. Я не узнаю. Тут навык раз эстонфлю. Ну теперь все-таки поехали дальше. Дальше это вот сюда. Хороший вход на эту спиральную лестницу. Красивый. Чуть ли не единственный вспоминающийся элемент левого дизайна в игре. Ну да. А, нет. Сюда я зря. Чуваки, сори. Я не туда свернул. Ну да. Если упасть на этой спиральной лестнице, то я всего лишь падаю в самый низ. Ловушка одноразовая? Нет. Хорошо. Рип вся. Чувак, ты своих друзей чаще убиваешь, чем меня. Ладно. Теперь эта секция. Она проще и адекватнее, чем весь остальной уровень. Но все же она немножко длинная. Но, по сути, здесь несколько комнат. Как бы один центральный зал, на который я сейчас смотрю, и вокруг него кольцом комнаты. И нужно, по сути, все кольцо пройти, чтобы открыть все двери. И попасть... ...попасть в выходу. Так что, по сути, я прохожу акации по кольцу. Я могу сразу выйти в центральный зал. Там туман, там несколько спавнивок черепов. И там святилища. Что немножко важнее. Но почти все выходы из этого центрального залу закрыты изначально. Или даже вообще все, кроме того, через который я прихожу. А! У меня не было активен цветок. Ну, я наркоман. Бывает. Ну, тогда еще раз. Но на этот раз не падая на спиральной лестнице. На этой стороне лестницы, по-моему, даже нет врагов. Да. Я прилетаю как раз к этому входу. Прибегаю. Чувак, взрывайся. Я знаю, ты хочешь. Ладно, еще раз в центральный зал. Я тут убил все спавнивки, так что теперь тут только... Только одноглазый. Сколько из него еще цифры продолжают вылетать после того, как я прекратил атаковать? Явно нужно заролить на Туанфах последовательные удары. И смотреть, насколько цифры увеличиваются. Ладно, теперь у меня есть святилище. Финальное для этого уровня. И, по сути, по-моему, в заваленный проход мне нужно в итоге пройти. Или нет? Короче, в один из этих проходов... А, не-не-не, мне нужно пройти в тот, который прямо рядом со святилищем. Но все эти двери открываются с другой стороны. Которые в этот центральный зал идут. Может быть, мне нужно в тот, который святилищем. Я не помню, короче. В какой-то из них мне нужно. Ну, по сути, мне нужно по кольцу проходить. Тут туман и паучьи яйца. Тулков стоит заранее убить. Потому что в тумане еще один паук. Тогда на самом деле пофиг. Я думаю, здесь в тумане другой враг. Тут дальше в тумане другой враг. Да. И я открываю эту дверь. Эта вот секция с этим кольцом, она, в принципе, вполне неплоха. Это слегка похоже на нормальный левый дизайн. Если бы всего... Всего предыдущего уровня не было. Это была бы норм арена. Ладно. Изи. Мимо. Чувак, смотри в мою сторону. Нет, нет, нет. Не так. Не мечом, смотри, лицом, смотри. С пирога пытаюсь сломать и не мяч. Так я пытаюсь тебя перепрыгивать, видимо. Ладно, так проще. Здесь последний Кадама. Еще одна дверь. Не, вот это ближайший, кстати, лишь, так что мне идем дальше. Ладно. Мне хватает на уровень, но я не хочу сейчас респаунить всех врагов. Слайм, подпалзай. Или при чарджи. При чарджись. Только так, больше не делай. Изи. Я хочу этого чувака вот дотирания. Ладно, хорошими патронами. И здесь вот, да. Йотиску с регамой. Шесть-то ему тоже легко сломать рог. Тонцами. И дальше просто стонлок. И тут спуск вниз. Проход в самое начало. Я пришел отсюда с лестницы. И еще один проход. Центр. Плюс навык. И поехали вниз, к боссу. Ну и к заставкам. А, ты опять. В то время... я был очень близким. Ну и предпоследний босс основной игры. Рандомный чувак с медведем. Здесь находится самурай. Просто чувак с топором. У него по большей части все топора обычные, вроде бы даже. И у него есть дух медведь, который там его бафает и еще что-то делает. Но в принципе, блин. Абсолютно никакой босс. Хотя он меня пару раз убьет сейчас. После того, как я это сказал. Как минимум вот поэтому. Он иногда так делает. Что он меня убивает и пока я резаюсь, он начинает свою крутилку и убивает меня еще раз. Если использовать что угодно, что умеет парировать, то его можно просто спарировать насмерть. Тонфы... Я не помню вообще, умеют ли парировать, но у меня, по крайней мере, этот навык не вязать. Это вот стоит взять. Удар ногой по ногам противника. Да, вот, это хорошее комбо. Я на самом деле не уверен, что его баф делает. Ну, конечно, дамаговый. У меня тоже есть баф, если что. Видимо, его баф дает ему поиск бесконечный или что-то цепь того, потому что он перестал смолочиться. Также у него есть меч и топор. И он их меняет время от времени. Не знаю, как бы. Это не то, чтобы какая-то особо интересная механика. В общем, в целом... Идиотский уровень. Слишком запутанный, слишком лабиринт, слишком нет левого дизайна. А есть просто какие-то рандомно настаканные коридоры. То есть в генераторе рандомных уровней процедурно сгенерировать такую локацию, в принципе, вполне реально. Возможно, они так и сделали. Типа, написали какой-то генератор процедурный. Сгенерировали там десяток уровней, взяли один из них. Но это не левый дизайн. Босс в конце рандомный чувак. Который умеет переключаться между топором и катаной. Это все, что в нем уникальное. И у него есть баф, который дает ему пояс. Он дропает свой сет. Ребяновая броня. Самара из темных стран. У него меч и топор в сети. У него самое полезное это первый бонус за два предмета. Увеличение длительности действия и эффекта. Ярость. Ярость от баф топора. Если потом взять предмет Магатама и Ясакани. По-моему, так. Который уменьшает требования сетов. То за один предмет можно это получить. Просто топор на вторичку и баф с ним. Получается, у меня есть этот топор. И он сам себе увеличивает длительность бафа. Это полезно. Кроме этого, урон плюс копейки жизни. Плюс увеличение защиты и силы атаки его духа. И влияние на атаку, стойкость. Это, конечно, хорошо на семь предметов. Это не очень хорошо. Ладно. Поехали дальше. Поехали дальше. Поехали дальше. Поехали дальше. Прохли дальше. Поехали дальше. И с arrow. Какого-то Я бороться за их. Господин Нобунага сказал мне, что он сделает мне настоящий самурай. Но он умер до того, чтобы это произошло. По-моему, ты успел. Ты не сможешь сделать это на своем доме. Я был отправлен в этот страну. Третья как правительство. Но потом, мой слава Нобунага мне принял им название самурай. Но я не смог бы его избавить. Как он сказал, Я верю, что только мой слава мог бы править в мире так ужасно, как этот. Но... Он действительно хочет быть восхищен. Он был взаимодействующим. Никто не может знать его настоящие чувства. Ну ок. Зато медведь. Ищида решил связать свою судьбу с чужестранцем, и теперь с помощью темной магии превращает людей в демонов. Людям вроде него нет места в мире, о котором мечтает господин Иясу. Мы должны уничтожить дамок Своямы, а вместе с ним секреты его подземелий. Ок. Ничего хорошего. Сайдквест Призраки Своямы. Сайдквест Наследство. И Явление Короля Демонов. Мейн Квест. Один из лучших квестов в игре. При том, что этот был один из худших, этот был тоже довольно так себе. Весь прошлый регион был полным трэшем. Это в основной игре, я считаю, в DLC-шных, наверное, самый лучший квест вообще. Так что через пару видео будет весело. Но пока что я хочу посмотреть, сколько у меня томф. 281 тысяча, то есть еще видео или больше с томфами побегаем. И также я хочу посмотреть на нового духа. На Идзу, ну я, кстати, посмотрел, вроде бы да, в прошлый раз. Получение оврит сильный удар. Да, вроде бы. Вроде бы смотрел. Ничего особенного хорошего. Медведь. Духовная защита 20%. Увеличение урона Мао Ки. То есть, когда у меня Мао Ки... Видимо, постепенно. Типа, чем меньше у меня Ки, тем больше урона. Не знаю, насколько это полезно. Установление здоровья. При захвате. 150 хп. Довольно трэшево. Против Молнии 20. Урон ближнего боя плюс 10%. Нейтрально хороший бонус к урону ближнего боя ко всему. То есть, типа, как у... У Ката удар ближнего боя 5%, тут урон ближнего боя 10%. В большинстве ситуаций удар ближнего боя даст больше, чем урон ближнего боя, потому что источников урона ближнего боя больше. Они между собой складываются и потом перемножаются на удар ближнего боя. Или что-то типа того. И сокращение времени восстановления нет Ки. То есть, если мне выбили стамину, то какое время я стою там и пытаюсь отдышаться, уменьшается. Достаточно полезный бонус, в принципе. Но он же есть на сапогах и на штанах, по-моему. Из чмота можно заролить. Я не уверен, как он стакается. Типа, если все три вещи взять, и медведи, и штаны, и сапоги, то будет ли еще быстрее, чем с одной. Но, в принципе, с одной там вполне достаточно. Так что это особо не нужно. Ну и статы живого оружия. Усиление атаки нормальное. Даже одно из лучших. Ну, хорошее. Вроде бы даже, да, самое лучшее на данный момент. А молния 42 это тоже вполне неплохо. Длительность хорошая. Мощь хорошая. Но действие D+. То есть, он за пару ударов тратит всю повозку живого оружия. Восстановление C. То есть, пока у меня это живое оружие активное, эта повозка нифига не восстанавливается. Стойкость B+. То есть, если у меня мало ХП, когда я его активирую, оно значительно лучше. И перезарядка C+. Средненько. Так что, в принципе, как живое оружие. Э. Не супер. Как просто дух. Ну, прибавка урона ближнего боя большая. И кроме этого, по сути, ничего. Бонусы на низком ки. Не уверен, насколько ими можно адекватно пользоваться. Так что, не. Не то. Ну, ладно. Тогда в следующий раз призраки Своямы. Наследство. По-моему, после него. Или после этого. Или после этого должен еще один квест открываться. По-моему. Может быть, я ошибаюсь. Ну, если нет, то Тонфы, наверное, прокачаются. Так что, как минимум, три сайта квеста будет. Хотя... Этот довольно короткий. Если это тот, про который я думаю. Этот обычный. Ну и Тонфы, это очень короткая дуэль. В общем, посмотрим. Может быть, следующее видео будет чуть короче, чем обычно. Но, на сегодня на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok